МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он звучит следующим образом. Вы довольны работой своего участкового? А я представляю гостя. Это начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Курской области Владимира Геннадьевича Воднева. Здравствуйте. Здравствуйте, Катя. В сентябре пройдут выборы губернатора Курской области. Уже известно, сколько полицейских будет задействовано в охране общественного порядка. Ну, пройдут не только выборы губернатора, но при этом пройдут выборы и глав некоторых муниципальных образований, в том числе и городов, а также представительных собраний. Всего же откроется 1156 избирательных участков, на которых будут происходить голосования. Пройдет это 14 сентября текущего года. Ну, и в связи с этим органы внутренних дел, конечно, как и в любой выговоре, достаточно много работы. В частности, предвыборная кампания уже началась, и мы уже активно начинаем работать с избирательными комиссиями, как областными, так и территориальными комиссиями, для того, чтобы не допустить каких-то нарушений избирательных прав граждан, избирательного законодательства. Выборы местные, они отличаются от других уровней тем, что они гораздо сложнее. Те кандидаты, которые выступают на определенные должности, они хорошо известны местным гражданам, и поэтому определенная категория хочет этим воспользоваться. Значит, для того, чтобы обеспечить охрану общественного порядка на этих выборах, в день голосования на каждый избирательный участок заступят два сотрудника органов внутренних дел. Кроме того, посты наружных нарядов, они тоже будут приближены к местам прохведения выборов, к избирательным участкам. Они будут приближены заблаговременно, за несколько дней, до того, как это будет происходить. Все избирательные участки будут накануне обследованы, и при завозе бюллетеней, но обычно это происходит за два дня, мы берем под охрану уже эти избирательные участки, на которых уже находятся бюллетени. То есть, если умножить хотя бы 1156 на 2, то видите, что около 2300 человек будут задействованы только в день выборов. Но если всех просуммировать, то около 3000 сотрудников органов внутренних дел будут задействованы для обеспечения охраны общественного порядка при проведении этой выборной кампании. На сегодняшний день уже подписан приказ, где определены те мероприятия, которые необходимо сделать органам внутренних дел, для того, чтобы обеспечить безопасные и с соблюдением прав избирателя, а также законодательства избирательного мероприятия. Все эти мероприятия выполняются. На сегодняшний день пока нарушения избирательного законодательства не зафиксированы. Владимир Геннадьевич, в мае стартовала операция МАК в регионе, направленная на борьбу с незаконным оборотом наркотиков. А можно сейчас подвести промежуточные итоги, так сказать. Я предлагаю продолжить после небольшого материала, который предлагаю посмотреть. С удовольствием. Что здесь делаете? МАК варить. Приехал. Наркотики употреблять собираетесь? Задержания наркополицейские проводили совместно с сотрудниками спецназа. Растения с высоким содержанием психотропных веществ. Двое мужчин вырастили на своем участке. У горе фермеров было изъято около 500 граммов маковой соломки. Группа лица, которая занималась данной незаконной деятельностью, употребляла самостоятельные наркотические средства, а также взбывала их на территории города Курска. Около 200 фактов незаконного оборота наркотиков было зафиксировано с начала спецоперации. Возбуждено более 120 уголовных дел. Если вы обладаете сведениями о местах произрастания дурман травы или о лицах, употребляющих психотропные средства, обращайтесь в ближайший отдел полиции или звоните по телефону 02. В общем-то времени прошло немного, но уже есть результаты, как мы увидели. Ну, конечно, результаты есть. Вы, как уже обозначили, с 12 мая эта операция была введена, она будет идти по 31 октября. И, в общем-то, результаты неплохие в ходе проведения этой операции. Надо сказать, что она проходит два этапа. Первый этап, он нацелен на то, чтобы выявлять как раз те факты, где произрастает этот мак как дикорастущий, то есть не только мак, а наркосодержащие растения, как дикорастущие, так и культивированные, и принимать все меры к его уничтожению, выявлять как раз вот притоносодержатели, которые занимаются переработкой, как вот в данном случае в эпизоде было показано. И второй этап, это как раз уже касается, это транзита, перевозки, реализации мака. Надо сказать, что я не буду чисто останавливаться на операции, потому что мы активно работаем на протяжении всего периода, но я просто обобщу те сведения, которые есть на период шести месяцев. Всего было возбуждено 627 уголовных дел. Из них 205 – это как раз за сбыт наркосодержащих растений. Всего по преступлениям в этой области 317 преступлений относятся к категории тяжких, особо тяжких. Возбуждено 5 уголовных дел на содержателе притонов. 4 – за культивирование наркосодержащих растений. И одно уголовное дело у нас возбуждено за перевозку наркосодержащих препаратов. Всего по оконченным делам изъято и уничтожено около 37 килограмм наркосодержащих веществ. Надо сказать, что возникает некоторая сложность в борьбе с дикорастущим наркосодержащим растений. Почему? Потому что они несколько мутируют, и они изменяют, они выглядят не совсем обычно, как обыкновенно, например, та же самая конопля. Но, тем не менее, в ходе операции мы выявляем, где эти дикорастущие места. Обычно это брошенные места, брошенные фермы находятся. Мы их выявляем, уничтожаем, сжигаем, принимаем все необходимые меры для того, чтобы пресекать возможность использовать дикорастущие растения. Около 600 было выявлено административных повышений, но это в большей степени как раз на огородах, на участках, где произрастают как раз наркосодержащие растения. Это достаточно большая проблема, потому что люди, которые употребляют наркотики, они заблаговременно объезжают вот эти вот огороды, они смотрят, если у кого-то даже есть специальное насаждение этих растений, потому что некоторые сажают для того, чтобы потом использовать кулинарию, небольшие участки делают, они все это замечают, и когда подходит период так называемого сбора урожая, за один день все это исчезает. Поэтому первый этап операции, он как раз и нацелен на то, чтобы не дать возможности лицам, которые занимаются заготовкой и переработкой наркосодержащих растений, чтобы они не получили доступ к этим растениям, то есть заблаговременно все это уничтожить. Надо сказать, что в целом по наркотикам, по области возбуждено на 16% больше уголовных дел, чем за аналогичный период прошлого года. Это достаточно высокий результат, он выше, чем и по ЦФО, и в целом по России. Но, как я уже говорил, этому направлению МВД по Курской области оно постоянно уделяет самое пристальное внимание, и мы постоянно проводим необходимые мероприятия для того, чтобы обезопасить жителей от этой чумы, которая периодически попадает на наши улицы и получает в некоторых местах распространение. А до какого времени продлится операция МАК? До 31 октября текущего года будет окончен второй этап, и мы тогда уже подведем полностью итоги, чего мы добились в ходе этой операции. Кроме того, мы проводили в этом году и такие мероприятия, как сообщение, где торгуют смертью, потому что очень важно это отношение граждан к этому злу, которое получает, к сожалению, распространение, как я уже говорил, на 16% преступлений выявлено больше, чем в прошлом году, что говорит о том, что все-таки некоторые распространения получают. Если посмотреть динамику с 2010 года, проанализировать, то до 2013 года, ну, в среднем, оно количество возбужденных уголовных дел, плюс-минус, оно находилось приблизительно на одном уровне. Сейчас же мы видим, как я уже сказал, положительную динамику. И помощь граждан в том, чтобы сообщить, где собираются наркоманы, а где варятся наркотики, очень важна, потому что не заметить это невозможно. Это и шум, который происходит в определенных местах, где они собираются, это и запахи, которые достаточно резкие, запахи, которые там имеются. Поэтому я хочу, чтобы передать телефон доверия, это 36 88 44, куда любой гражданин, который имеет информацию, где совершается преступление или правонарушение, связанное с наркоманией, может позвонить и сообщить, и органы внутренних дел в обязательном порядке отреагируют на это сообщение. 36 86 44. 36 88 44. 36 88 44. Телефон доверия. То есть это конфиденциальный звонок, информация о позвонившем будет засекречена. Совершенно верно. Потому что многие боятся именно из-за этого звонить, что узнают их данные, потом отомстят. Это не вносится ни в какие базы, то есть нигде узнать о том, кто звонил, это невозможно. Просто таких баз не существует. Владимир Игнатьевич, вот еще одна такая проблема актуальная для лета, это кражи велосипедов, мотоциклов, и часто куряне становятся жертвами преступлений из-за своей беспечности. То есть оставили около магазина и ушли. Ну, совсем недавно, ну, скажем, где-то 3-4 года тому назад такой проблемы не существовало. Интересный вызов, первый, это то, что население стало больше уделять внимание спорту. А самый такой популярный спорт, ну, старые времена, скажем, советские времена, это велосипед. То есть велосипед, с учетом того, что это достаточно сложное техническое оборудование имеет, по сравнению с тем, что было раньше. То есть он обладает достаточно большими способностями, как и в индивидуальном, спортивном. Мы видим, какие выкрутасы делают на велосипедах. То есть молодежи это стало интересно. Ну, и людям, которые уже, скажем так, имеют средний возраст, им тоже приятно прокатиться с ветерком и получить заряд бодрости от того, что они покрутили педали, их сердце немного поработало в ритме. И после этого они, конечно, чувствуют себя значительно лучше. Ну, и стоимость этих технических средств, она достаточна. Она стоит до 50 и выше даже. Все зависит от того, сколько много там включено различных технических новинок и из чего он там сделал, ну и так дальше. Вот. Это и вызвало то, что интерес у тех людей, которые совершают эти кражи. Кроме того, доступность совершения этих краж, беспечность наших граждан и доступность. Ну, вот я вам приведу такие цифры, что за 6 месяцев зарегистрировано 152 преступления, связанные с кражами вело, мото, транспорта. Ну, сюда входит и скутера, которые тоже получают достаточно большое распространение за счет легкости управления, экономичности. Вот. И мотоциклы, мопеды. Вот. Всех вот эти, скажем так, 4 категории, их совершено 152 кражи. Из них нераскрытыми осталось 28 преступлений, там, где лица не установлены, или 18,7 процента. То есть, достаточно небольшой процент. Ну, первое помогло то, что мы этими мероприятиями занимаемся уже не один год. Как я вот уже здесь говорил, что как только возникла эта проблема, мы начали продумывать мероприятия, с помощью которых мы из всего сейчас и имеем достаточно неплохие, положительные результаты. Ну, первое, мы создаем базы. Тех велосипедов, которые мы имеем. То есть, мы включаем базы. Потом нам становится легче обнаруживать украденные велосипеды, когда мы, опять же, смотрим на этот велосипед, проверяем его по базе и выясняем, что он находился у такого-то собственника. И сейчас мы видим, что он украден и находится. Что позволяет нам? Второе, мы в этом году уже провели три этапа операции под кодовым названием «Велосипед». И эти операции, этапы, они будут продолжаться. Через какое-то время мы еще раз будем проводить эти операции. Надо сказать, что в ходе операции мы получаем очень большой эффект, что позволяет нам поднять уровень раскрываемости этих преступлений. Ну и хотелось бы дать для наших зрителей небольшой анализ. Вот около 60% всех краж совершается в ночное время, до 8 часов утра. В темное время суток совершаются темные дела. Да, темные дела. Дальше где-то 28% это совершается в дневное время. Ну, скажем, с 3 до 6 часов вечера. Около 50%. Люди на работе, да, можно сказать? Вот с 3 до 6. Хотя и утром, в принципе. Почему такое время? Я бы сказал, это время, когда подростки выезжают. Утром они спят, а днем они начинают кататься. Вечером уже не так много, потому что уже их никто не бросает. Дальше я бы хотел обратить внимание, около 50% краж совершается со дворов путем свободного доступа. Вот как раз это ночное время, о котором я говорю. Когда велосипед стоит, просто его где-то припарковали, или на улице около магазина он стоит в свободном доступе, и его легко украсть. Или дальше где-то около 26% краж совершается это с подъезда. То есть там, где не закрыто. Опять же, путем свободного доступа. Очень незначительное количество преступлений совершается с путем проникновения. То есть их очень мало таких преступлений. Отсюда выводы. Первое. Велосипед нельзя просто-напросто бросать на улице. Бросили, зашли в магазин, что-то купили, вышли, велосипеда нет. То есть всегда нужно принимать меры предосторожности. Это какие-то запирающие устройства, которые бы блокировали быструю кражу этой техники. Как правило, совершаются эти преступления или подростками, или лицами ранее судимых, которые просто проходя мимо, видя стоящую технику, на их взгляд брошенную, они воспользуются им, тут же садятся на него и куда-то пытаются на нем уехать. Вот доступность вот этой техники на сегодняшний день, она и способствует тому, что совершается достаточно большое количество краж. Поэтому, чем бдительнее будет, первое, родители, когда подростку просто нужно купить эти запирающие устройства, они доступны сейчас, рассказать, показать ему, как нужно запирать его, и второе, просто приучить его о том, чтобы он никогда не бросал этот велосипед в доступном месте. Я думаю, если эти мои рекомендации будут выполняться и меньше ущерб будет наноситься семейному бюджету, потому что все равно придется покупать этот велосипед, а он сейчас стоит где-то 5-7 тысяч, средняя цена. Это самая, да, низкая такая цена. Если уже выше брать, конечно, категория, то они уже пойдут, да, 25 тысяч и выше пойдут. Поэтому, ну, на семейный бюджет все равно 5-6 тысяч, он тоже, конечно, ляжет определенной копейкой. Конечно. Владимир Геннадьевич, сейчас большинство школьников все-таки летнее время отдыхают в оздоровительных лагерях, и многие родители беспокоятся, как же охраняется, так сказать, их безопасность, как обеспечивается. Ну, мы начали заниматься этими вопросами еще задолго, наверное, да. В апреле месяце, да. Была создана специальная комиссия, это при администрации Курской области, вот, и планировали все эти мероприятия заблаговременно, принимались лагеря комиссионно, смотрелось, как обеспечивается безопасность детей, и, в общем-то, было принято 22 лагеря оздоровительных, которые находятся на территории области. Ну, в основном они находятся в урочстве Маква, ну, и там межрайонные, там есть лагеря, которые находятся на территории сельской местности, в сельской местности. Вот. В общем-то, на сегодняшний день я могу констатировать о том, что никаких серьезных происшествий в лагерях не допущено. То есть, это вот совместная работа органов внутри дел и администрация. Ежедневно мы проводим проверку этих лагерей. То есть, у нас, по нашей линии, был подготовлен соответствующий приказ. Приказы подготовлены в каждом территориальном органе, на территории которой находится этот лагерь. В соответствии с этими приказами закреплены ответственные из руководящего состава, которые ежедневно посещают эти лагеря. Определен круг, как оперативных сотрудников, участковых и полномоченных, сотрудников ПДН, которые также проводят ежедневные мероприятия, по этим лагерям. Патрульно-постовые наряды, неведомственная охрана, сотрудники ГИБДД, которые приближены к тем местам, где находятся, для того, чтобы избежать возможных происшествий, которые могли бы произойти в лагере с детьми. Мы провели около 900 проверок лагерей в целом. И надо сказать, что мы в ходе этих проверок выявили двух человек, которые являлись сотрудниками лагерей, были судимы. На сегодняшний день они увольны, так как законодательством это запрещено. А также выявили несколько фактов употребления администрации лагерей спиртосодержащих продукции. Там тоже привлечены к административной ответственности. То есть, все принимаем профилактические меры, они на сегодняшний день дают свой профилактический эффект. И мы можем сказать, что наши дети находятся в безопасных местах. В надежных руках, да? Владимир Геннадьевич, все чаще Курская полиция поощряет граждан за помощь в раскрытии преступлений. Я думаю, что такая гражданская позиция должна стать нормой. Ну, я согласен с этим. Вот один из последних примеров, который в СМИ достаточно часто показывался много, это когда женщина-продавец, она выскочила за расхитителем, скажем так, пыталась его остановить, оторвала знак на машине, что позволило... Сколько сил у женщины было, чтобы оторвать знак? Если женщина эмоционально что-то хочет, ее остановить невозможно. Она и в горячую избу войдет, и коня на скаку остановит. То есть, благодаря этому поступку она смогла поймать преступника? Это позволило очень быстро органы внутренних дел разыскать и задержать этого преступника. Я же вот уже говорил, когда мы обсуждали с вами тему наркомании, я уже говорил о том, что активная жизненная оппозиция, она только помогает государству решать вопросы по защите своих граждан и обеспечению охраны общественного порядка. Ни один орган внутренних дел без населения не может выполнить тех задач, которые на него возложены. Поэтому население, которое помогает нам, нам помогали и раскрывает тяжкие убийства, двойное и тройное убийства граждане. И все они поощряются в обязательном порядке, в том числе и в данном случае. Человек прямо на месте своей работы, исполняющий обязанности начальника УВД города Курска, приехал туда неожиданно для нее. Чтобы пожать руку, да? Да, поблагодарил, вручил ценный подарок. Я думаю, было всем приятно и нам приятно, потому что мы быстро, оперативно раскрыли хоть и незначительно, но тем не менее преступления. И предотвратили, может быть, еще ряд преступлений, которые мог совершить этот человек. Конечно. Это человек ранее судимый. Он находился в нетрезвом состоянии, поэтому локализовать его в этом состоянии очень важно. Более того, что он еще за рулем находился. Он находился за рулем. То есть мы оперативно среагировали и не допустили совершения каких-то более тяжких преступлений. Благодаря активной позиции продавца одного из... Отважной женщины, да? Да, отважной женщины. Скажите, пожалуйста, Владимир Игнатьевич, как куряне могут узнать своего территориального участкового уполномоченного полиции? Ну, информация об участковом уполномоченном полиции, ну, первая находится в территориальном органе. Там есть тын, где есть фотографии всех участковых, их фамилии, имя, отчество, какие территории... То есть пришли, они посмотрели фотографию, если надо, записали телефон. И телефон там имеется. Кроме того, на сайте УВД по Курской области также имеется информация о всех участковых уполномоченных, какую территорию она обслуживает. Тоже имеется там фотографии, телефон, как с ним можно связаться. В том числе там указаны мобильные телефоны. Кроме того, там указаны... Мы размещаем там и графики отчетов участковых уполномоченных перед населением. То есть заблаговременно. В соответствии с нашими приказами раз в полугодие участковые уполномоченные обязаны читаться перед населением. То есть любой гражданин может зайти, посмотреть те вопросы, которые их интересуют. Он может прийти, потому что там указано место, где будут проходить это. В этих отчетах принимает участие, кроме участковых, начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных, начальник территориального органа и, как правило, глава муниципального образования. Владимир Геннадьевич, к сожалению, осталось много вопросов, на которые мы не успели ответить. И остается немного времени для того, чтобы подвести интерактивный опрос, который звучал так, «Вы довольны работой своего участкового?» И почти 70% курян довольны тем, как работает их территориальный уполномоченный участковый. И 31% высказали свое недовольство. Но, тем не менее, все-таки большинство людей, они ценят такой непростой и сложный труд людей в погонах. И порой этот труд самоотверженный. Поэтому спасибо вам за вашу работу. Я думаю, что в следующий раз мы ответим на оставшиеся вопросы. Спасибо за возможность принять участие в эфире, пообщаться с нашими телезрителями, довести какую-то информацию, позицию органов внутренних дел. Надо сказать, что наша работа нацелена только на показания помощи населению. Я напоминаю, это была программа «Власть. Открытая политика». Увидимся в ближайшее время. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова